Чем там всё кончилось? Ой, это вот был один из тех случаев, когда товарищи снимают свои достоинства, как бы, и потом тебе присылают фотографии. Так что моя интуиция меня не подвела. Сегодня будем в бочках. Тортилы мудрые. Всем привет, друзья! С вами Таня Генерал и канал Субъективно об Америке. Давайте сегодня поговорим про трудности интернационального дейтинга. К чему этот вопрос? К тому, что мне многие стали писать после самого крайнего видео, что «Татьяночка, милая, глядя на вас, я всё решила сдаться и тоже больше не дейтиться. Раз уж у вас ничего не получается, то, наверное, ни у кого не получится». А я говорю, Юль, что такое, значит, у вас? Все же разные, правда? Кстати, помните Юлю? Всем привет! Юля очень хорошо дополняет и даже, может быть, слегка противопоставляет меня. Я со своими эмоциями, и Юля с её аналитическим подходом. Мы обе имеем огромный опыт дейтинга в этой прекрасной стране. И сейчас я приглашаю вас пойти с нами на прогулку, и мы просто пополтаем и обменяемся мнениями, почему же так непросто умным, самостоятельным, самодостаточным, взрослым и весьма привлекательным девушкам. Нет, я бы не сказала устроить личную жизнь. С личной жизнью всё нормально. А вот прям выйти замуж. Потому что замужество – это вещь очень серьёзная. Ладно, пойдёмте погуляем. Сегодня у нас какое-то декабря 2018 года. Хьюстон, штат Техас. Погода невероятно прекрасная. Мы в самом центре. И заодно мы вам всё расскажем. Я в Америке уже третий год. Я из Москвы. Выиграла грин-карту и приехала сюда, в Хьюстон, потому что у меня здесь очень много друзей. Ну и уже как-то обустроилась, работаю, хожу в гости, ходила на свидания. Так что жизнь кипит, всё замечательно. Ты помнишь своё самое первое американское свидание? Да, помню. Ну, это из серии «Первый блин комом». Как это было? Я зарегистрировалась на сайте match.com. А на сколько месяцев мембершип? Там я уже не помню. Там они берут, по-моему, за три месяца сразу. Где-то 80 долларов. Надо сейчас посмотреть, сколько они помнят. Наверное, то же самое. И посыпались кандидаты. Там все начали писать. Там от мальчика до дедушек. И выделилось несколько кандидатов. Один из них был русский. О! Да! Вот это был мой первый дейт. С русским? Да. Да ты что? Как я эту историю не слышала? Ну, она такая просто не очень интересная. Наверное. Ну, не знаю. Как опыт. Опыт. Как опыт очень полезная. Он тебе не понравился? Он изначально очень понравился тем, что он музыкант. Он учился... Есть известная музыкальная школа в штатах Джильярд, называется. Если я правильно произношу. О, вау! Я посмотрела там ссылки на его представления, концерты. То есть он скриппач, насколько я помню. И поскольку я училась в музыкальной школе в детстве, у нас были темы общие для разговоров. Но при личной встрече... Ну, опять-таки, помнишь историю, да, что фото одно, приходишь, товарищ выглядит немножечко по-другому. Немножечко по-другому. Это как? Постарше, постарше. Ну, нет, я не скажу, что он очень плохо выглядел. Он достаточно нормально выглядел. Вот. Но отличался от фотографии. И он сразу как бы проявил себя как человек очень, как сказать, с претензией, что можно сказать. Не понравился... Не нравится окружение. Вот какие люди рядом сидят. Они не так жуют. Они не так там смотрят. Они не так говорят. То есть я как бы пришла с фокусом на человека, с которым я пришла общаться, да. И для меня окружающая обстановка, вот в ресторане, где мы сидели, меня она как бы мало волновала, потому что у меня цель была другая. Но когда человек начал критиковать всех и вся, я поняла, что это не мой вариант, да. То есть с таким фокусом в жизни жить тяжело, да. И в семье тоже. То есть это постоянный фокус на негативе. И мне это совершенно не подходит. Как ты от него избавилась? А никак. Мы просто доели, допили там, что было, и спокойно разошлись. Тебе не пришлось ему говорить, что ты мне не подходишь, мы не совпадаем. Он понял, видимо, тоже, что я ему не подхожу, да, потому что я как бы более открытая, меня это не напрягает окружение, да. Я даже как-то удивление, видимо, выразила, в чём вообще проблема, да, почему ты на них обращаешь внимание больше, чем на меня. Пришёл ты со мной встречаться, да, правильно? Вот. Ну и как бы очень хорошо, когда сразу понимаешь, что это не твой вариант, да, и вы не тратите друг другу время, нервы и всё остальное. Так, то есть фактически твоё первое свидание было в довольно льготном режиме в Америке, потому что как минимум не было того самого пресловутого языкового и культурного барьера. Не было. Отлично. С этой точки зрения было удобно. У нас каждый день прибавляется на сайтах знакомств по одной новой, а то и по десятку новых девушек, девочек и женщин, которые первый раз начинают общаться с иностранцами. Ты как уже опытный общатель с иностранцами. Освети, пожалуйста, несколько моментов, к чему им следует быть готовыми, чего ожидать. Вот так вот мы тут серьёзный репортаж, между прочим, снимаем, а вы со своим поездом. Ну, помашите хоть ручкой-то нам. Машем, машем, товарищи, машем. Чего ожидать? Ну, менталитет, разница менталитетов, она существует. Да, это не шутки. То есть почувствуйте разницу в отношении ко многим вещам, например, к семье, к деньгам, к детям. То есть, как бы это неизбежно, потому что люди воспитывались в разных традициях. Ну, по поводу Хьюстона, ещё можно сказать, здесь город очень многонациональный, то есть можно здесь встретить не только американцев, но и представители практически всех культур. Они тоже приходят сюда со своим менталитетом. Да, они пытаются встроиться, но как бы изначально, да, как воспитывает человека в семье, это будет влиять на его отношение вот к важным вещам. И это надо иметь в виду. То есть, когда вы знакомитесь с человеком, есть смысл поисследовать его культуру, если он как бы не чистый американец, да, или всё, он сам приехал. Вот, что ещё? Ну, по поводу американцев, что меня удивило, очень много людей возрастом, допустим, 40+, да, но они, как сказать, не взрослые. То есть они готовы слушать кого-то, кто будет им говорить, как делать, как дышать, куда идти. Вот, с одной стороны, это плюс, да, то есть для властной женщины, возможно, это находка, но с другой стороны, для жизни может быть много проблем, потому что ещё одно моё удивление такое здесь было, скажем, что люди, живущие здесь и родившиеся в этой культуре, они не все умеют успешно выживать в своём обществе, у них проблемы с кредитами, они не умеют многие обращаться с деньгами, вот, то есть это тоже надо принимать во внимание. То есть где-то, может быть, придётся самой брать на себя роль лидера, да, и вот это всё исправлять. Вот, я знаю несколько знакомых, которые вышли замуж за американцев, и им приходилось потом расхлёбывать все эти финансовые ситуации и так далее, помогать мужьям успешно выходить из всяких заморочек. А что бы ты сказала на вопрос извечный, писать первой или нет? Однозначно писать, они к этому готовы, они к этому относятся позитивно. Я поняла в начале своего дейтинга, что я нескольких человек просто потеряла, потому что я не выразила свой интерес, да, или желание продолжать общение, потому что ждала, что они это сделают, как принято в нашей культуре, да. А они подумали, что они мне неинтересны. И тоже там не все решились написать ещё раз. Вот, поэтому инициатива здесь приветствуется. Вот, вплоть до того, что даже если стесняешься писать, что у меня работало иногда, просто даже в match.com, например, если ты заходишь на страничку кандидата, да, ему приходит сообщение, что такая-то, такая-то, вас там посмотрела, полайкала, там что-то можно полайкать, поставить там какой-то ободряющий там значок, там очень куча всяких смайликов, вот, то есть выразить какую-то симпатию. И дальше многие, они тебе сами уже начинают писать. А кто ты, а что ты, вот, ты меня полайкала, давай общаться, вот. Ну и вот ещё моя такая вот, как бы, то, что мне логично, да, не тратьте много времени на переписку дистанционную. Если вы в том же самом городе, вытаскивайте человека на свидание. То есть вы сразу поймёте очень многие вещи. То есть и как бы энергетика, и вот все вот эти вот то, что происходит невербальное, да, вот эти все контакты, они очень важны. То есть мы много информации получаем не только из написанного или услышанного, а непосредственно при общении с живым человеком. Поэтому я старалась своих вытаскивать, там уже день-два переписываешься, и всё, пошли, пошли встречаться. Ну хорошо, медленно и верно. Мы преодолели языковой и культурный барьер, и у нас дошло дело до свидания. Ты чаще инициируешь сама, куда-то зовёшь, или тебя зовут? Как по твоей практике? Ну, поскольку я была в Хьюстоне, можно сказать, новым человеком, хотя я приезжала до этого, да, но всё равно город, естественно, очень хорошо знала, поэтому я давала инициативу своим кандидатам. А ты ему говорила, ну хорошо, а теперь пригласи меня куда-нибудь. Это, кстати, очень хороший ход, потому что это шанс узнать человека получше. То есть его любимое место, да, это тоже о многом говорит. Потом многие жаловались, что некоторые женщины пользуются возможностью выбирать место свидания и приглашают кандидатов в какие-то очень дорогие, супердорогие места. И из-за этого потом всем ощущается не очень хорошо. Вот, то есть и здесь ты, когда передаёшь инициативу, ну, во-первых, они, для некоторых это может быть и что-то новенькое, да, вот, то есть это приятно им, им это нравится, вот, и узнаёшь город лучше, узнаёшь всякие хорошие места. Некоторые до сих пор у меня как бы в списке, куда можно и друзей позвать. То есть очень с этой точки зрения полезно. и мужчина чувствует себя более уверенно, потому что он уверен, что он как бы знает какие блюда, что посоветовать, да, что у него там в кошельке что-то останется после вашего обеда. Вот, то есть как бы, ну, я считаю, что это хороший очень ход, хорошая идея. Какое было самое странное место, куда тебя позвали? Самое странное место, один из кандидатов. Ну, у меня были на его счёт сомнения, и когда я предложила ему выбрать место, он позвал меня в свой ресторан, он был владельцем ресторана. Это было на каком-то хайве, я даже, вот, убей бог, не вспомню, где это сейчас. Ресторан был сделан в форме корабля, ну, такой простенький, там, и еда такая достаточно простая, вот, но выглядело это достаточно, как бы, с одной стороны, оригинально, но с другой стороны, как бы, непривычно, и мне, честно говоря, не очень понравилось, вот, ну, и, как бы, когда стали общаться, выяснилось, что и человек, как бы, совсем не подходящий мне, да, то есть, как бы, это один из, как бы, сигналов, вот, да, как вот, есть идея, что надо обращать внимание на знаки Вселенной, да, то есть, если ты, что-то тебя настораживает, или что-то тебе где-то некомфортно, да, это лишний повод задать себе, по крайней мере, вопросы, в правильном ли я направлении иду, надо ли мне это, не надо, то есть, как бы, очень хороший знак. И чем там всё кончилось? Ой, это вот был один из тех случаев, когда товарищи снимают свои достоинства, как бы, и потом тебе присылают фотографии, так что моя интуиция меня не подвела. Ну, слушай, ну и самое главное, что, конечно же, всех всегда беспокоит и волнует, это проблемы с языком. Это не то, что вы сейчас подумали, с тем языком ни у кого проблем нет, он везде одинаковый, а именно языковой барьер, когда понятно, что шутить и флиртовать на иностранном языке гораздо сложнее, чем даже повседневное общение. Ну, в моём случае таких проблем не было, потому что у меня, помимо всего прочего, ещё диплом переводчика технического с английского на русский, с русского на английский. Но как я набирала свой, как бы, языковой багаж, да, читайте книжки, читайте современные книжки, там очень много современного сленга, очень много современных выражений, которые употребляются в разговоре. Да, это разный сленг, да, приличный, неприличный, уже другой вопрос, да. Книжки выбирайте из той тематики, которая вам интересна. Вам нравится фантастика? Читайте фантастику, пробуйте. Даже если вначале сложно, да, надо всё равно это как-то преодолеть, потому что вначале я сидела тоже, каждое слово переводила, неинтересно. Я стала, значит, читать уже подряд и пытаться понять по смыслу. И по ходу очень многое, как бы, догадываешься, вот, то есть это, ну, этой стадии не избежать, да. То есть как мы набираем? Мы должны во что-то погрузиться, да, что-то, какой-то источник информации получить. И книжки, я считаю, очень-очень был хороший для меня, как бы, выход. Вот, ну, я люблю читать, да, я не знаю, как, если человек не любит читать, ну, тогда слушать аудиокниги, да. Ну, когда читаешь, ты, плюс ко всему, ещё запоминаешь эти слова, запоминаешь, как они пишутся, вот, и как-то попроще, вот, может быть. Ну, а что касается вот самого уже момента, вот у вас уже свидание, ты уже подготовилась, начиталась, как могла, но ты всё равно первый раз приходишь, особенно первые разы с каждым новым человеком, он тебя переспрашивает, и ты понимаешь, что он не до конца понимает тебя, и начинается вот это вот, ой, лучше бы я сидела дома. Что бы ты порекомендовала, чтобы снять вот этот вот нерв? Ну, в этом я ничего страшного не вижу. Во-первых, он из вашего общения должен уже узнать, что вы иностранка. То есть он должен уже морально как-то это учитывать, готовиться к этому, да, то есть понимать, что, возможно, какие-то языковые забавные ситуации, да, или там что-то недопонято, что-то переспрошено. Если человек нормальный, он будет к этому относиться нормальный. Кстати, это хороший тоже индикатор, да, если человек из-за этого начинает психовать, ну, а нужен ли он вам такой, да, лишняя причина, лишняя причина подумать. Короче, расслабиться. Да, расслабиться, не переживайте. Потом, если он пришёл, значит, и вы тоже пришли, вы уже сделали какой-то выбор, да, то есть этот человек вам чем-то интересен, вы готовы в это вложить усилия. И если человек не готов это делать, да, то, опять-таки, а нужен ли вам такой человек? Вот, ну, как-то так. А Юля у нас, смотрите, роковая девушка, её все спрашивают, кто собирается менять что-то в своей личной жизни. Юля, ну куда бежать? Ну куда бежать? Давай, дорогая, просвети, пожалуйста, зрителей канала «Субъективно об Америке». Куда же бежать тем, кто решил поменять свою жизнь, начать встречаться с иностранцем, что-то сделать и найти, наконец-то, любовь к своей жизни? Ну, в первую очередь, зависит от страны проживания, да, то есть нужно провести маркетинг в своей стране. Какие сайты самые лучшие? А для этого хорошо иногда подписаться на какие-нибудь местные группы, да, то есть там есть девушки, там, не знаю, где, в Испании, девушки, там, в Бразилии, ну, обычно вот такие какие-то женские группы, там всегда подскажут лучшие сайты и какие-то вот, как сказать, у нас это называется tips and tricks, да, то есть всякие... Секретики? Секретики, да, где лучше, как лучше, какие места, там, куда ходить, куда не ходить, с кем встречаться, с кем не встречаться, вот, то есть это первое, да, мы проводим, как бы, исследование, потому что от качества сайта зависит и качество кандидатов иногда, вот. Собрались два QA. Качество, нам важно качество. Да, как ещё. Что ты думаешь по поводу онлайн-знакомства? Многих людей очень негативные к ним отношения. Я поняла, что это зависит от страны, то есть в России я бы не рискнула, там, поскольку менталитет другой, да, и очень часто такие сервисы воспринимаются как одноразовый, да, на одну ночь, там, и... Но, однако, люди умудряются находить мужа и жён, при всём при том. Опять есть... Ты знаешь кого-нибудь? Лично нет, я смотрела, там, обсуждения были в Фейсбуке, да, то есть, ну, какая-то статистика есть, то есть нет ничего невозможного, да, вот, можно там за хлебушком пойти, да, выглядя как бабка-ёшка с утра, да, и найти хорошего мужа, да, в хлебном магазине. Такие случаи тоже были, и в лифтах находили, и в магазинах, и в булочнях, где только не встречались. Ну, это как бы есть такое определение, да, как судьба, какая-то вот по судьбе, не по судьбе. Вот, то есть как бы... Ну, как с любым делом, да, ты ставишь цель, ты идёшь в этом направлении, смотришь, что у тебя по ходу возникает, какие препятствия, какие идеи, да, может, какие-то новые идеи появляются. Иногда люди понимают, что им это в данный момент вообще не нужно, да, то есть это тоже очень хороший результат, потому что ты, как бы... Главное, делать так, как тебе удобно, как тебе комфортно, да, то есть чтобы тебе было в радости, да, то есть, как говорится, есть хорошая очень фраза, да, я никому ничего не должна, то есть мы не должны себя куда-то засовывать, да, запихивать какие-то отношения, чтобы выходить замуж, потому что так надо, да, терпеть там что-то, потому что так надо. Вот главное с этим разобраться, да, и понимать хорошо себя, то есть что тебе, что именно тебе хорошо, полезно и радостно. И тогда будет правильный настрой, правильное направление, и будут подтягиваться правильные люди, самое главное. А, правильные люди нам нужны. Ну, звезда, ну, звезда. Ну, и напоследок, Юля, для всех зрителей и зрительниц канала «Субъективно об Америке» с твоей аналитической, очень прагматичной точки зрения, дай, пожалуйста, несколько советов именно с точки зрения безопасности, потому что это одно из главных беспокойств. Типа и со своими-то дейтиться трудно, а тут вообще всё другое, как и что? Ну, мой подход был встречи, первые особенно только в людных местах, да, то есть это какие-то рестораны, это какие-то места, где есть люди, и, возможно, ни одну встречу, то есть вы должны прочувствовать человека, понять его, что он из себя представляет. То есть начальный этап – это когда вы общаетесь через сообщение, да, то есть там уже, в принципе, по тому, как человек отвечает, как он формулирует свои мысли, да, очень многое можно выяснить, да. Ну, вот как я говорила когда-то, что если там очень безграмотно человек пишет, да, даже для местного, то тоже вот как-то иногда настораживает. Для тебя это? Ну, для меня это был как бы не самый привлекательный фактор, да, то есть встречаешься уже дальше, выясняешь, если хочешь, да, с этим человеком встречаться. Ну, вот какие-то факторы, или что-то он скрыл, да, или что-то там вот у него не сходятся какие-то вот… Ты даёшь свой обычный e-mail, свой номер телефона, или что-то надо специальное, подпольное для этого заводить? Ну, до такого не доходило. Ну, e-mail я никогда не давала, я не давала ссылки на Facebook, да, то есть мы использовали телефон, да, то есть, ну, вот обычный. Ничего страшного в этом не вижу, да, если совсем там человек будет там как-то, не знаю, преследовать, доставать или что-то, ну, у меня такого не случалось, вот, к счастью. Ну, можно всегда поменять, да, этот телефон, там, или человека заблокировать как-то. Ну, я не вижу проблемы именно в телефоне. Вот вся остальная информация – это на ваше усмотрение, да, то есть имя, фамилию, там не всегда даже дело доходит до полного имени, да, что ты знаешь полное имя, фамилию, ну, если на каком-то этапе кандидат отсеялся, да, допустим, вот. Если дошло там до фамилии, да, можно в линк слазить, посмотреть там, действительно ли он работает в этой компании, на такой-то там должности или что-то, ну, просто ради интереса. Насколько человек честен, да, то есть какие-то можно вот проверки. Ну, опять, если что-то вас насторожило. То есть твоя главная и основная рекомендация – это просто встречаться в людных местах и держать дистанцию до того момента, пока не почувствуешь, что человеку можно доверять. Да. Отлично. Ну и напоследок я хотела придумать какую-нибудь шутку, и кроме дурацкой аналогии мне ничего в голову не пришло. Это как с поиском работы. Легче всего искать работу, когда у тебя уже есть работа. Да. Вопрос, как это применить к дейтингу? Легче всего дейтиться, когда у тебя уже есть отношения? Нет, не слушайте меня. Индивидуально. Каждый решает сам. А я бы сказала, наверное, что легче всего ходить на свидания, когда ты не ожидаешь от каждого кандидата, что он станет отцом твоих детей и будет с тобой нянчить внуков у камина. Да. На каждое свидание легче всего идти, когда ты идешь просто, чтобы посмотреть новое место, встретиться с новым человеком. И если ты знаешь, что в этот вечер тебе точно не будет лучше одной, потому что как мы тут с Юлей вывели универсальную формулу, чаще всего обнаруживаешь, а с самой собой ты интереснее. Да? Как мы дошли до жизни такой. Я думаю, что нас еще впереди, это все с вами ждет. Вы далеко не уходите. Я обязательно все расскажу. А сегодня все. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Надеюсь, вы для себя что-нибудь нашли. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях. Если у вас есть опыт подобного дейтинга, тоже делитесь в комментариях. Подписывайтесь на мой инстаграм и фейсбук. Далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока. Пока.